Так думаю, что кнопочку правильно сделали. До воведения на въезде в Заречный пришлись водителям по душе. По их словам, передвижение в этом районе стало удобнее, амзаторов на проблемном участке стало чуть меньше. Заложили 800 тонн картофеля. Завершена закладка овощей на зимнее хранение в стабилизационный фонд города. Овощехранилище к настоящему времени заполнено на 100%. Центр адаптации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, по-прежнему готов принять новых постояльцев. Ожидается, что количество бездомных скоро увеличится, ведь холодная погода не за горами. Добрый вечер. В эфире информационная программа «Факт». С новостями к этому часу. Асель Кинжалина. Завершена закладка овощей на зимнее хранение в стабилизационный фонд города. Овощехранилище к настоящему времени полностью заполнено. В текущем году объем запасов был увеличен на 20%. По сравнению с прошлогодним перечнем овощей остался прежним. Большая часть отведена картофелю, который закуплен в двух крестьянских хозяйствах. То «Актеп» и то «Пригородный». Также произведена закладка капусты, моркови и лука. Всего по плану сельхозуправления в стабфонд заложено полторы тысячи тонн овощей. Сельхозферма «Пригородный» работает со стабилизационным фондом города уже более пяти лет. В этом году мы для них заложили 800 тонн картофеля, 200 тонн лука, вся продукция собственного производства, 200 тонн лука, 80 тонн картофеля и 100 тонн моркови. В этом сезоне все овощи приобретаются исключительно у местных сельхозтоваропроизводителей по ценам в диапазоне 50-60 тенге за килограмм продукции. Стоимость реализации в розничной торговле будет установлена специальной комиссией по управлению стабфондом при областном Макимате. Вот к этим ценам плюс 10%, 10-15%, не больше. Уже в розничной торговле, допустим, если мы по 55 картофеля взяли, там 10%, 60 тенге, 63 тенге, где-то вот так. Ну 65 может быть будет реализация. Основным поставщиком овощной продукции для стабфонда является фермерское хозяйство «Пригородный». Овощехранилище здесь рассчитано на объем 3,5 тысячи тонн. Есть штатный персонал, 40 работников занимаются приемом, сортировкой и закладкой овощей. В настоящее время продукция хранится с соблюдением необходимого температурного режима. Срок хранения рассчитан как минимум до весны следующего года. Параллельно производится реализация картофеля, лука и капусты, выращенных на местных полях в частные руки и торговые фирмы. Правда, по цене уже чуть выше, чем закупочная. Что касается госзаказа, то эта продукция будет распределяться по крупным рынкам и супермаркетам в зависимости от потребности. Ирина Гути, Сержислан Жубаев, программа «Факт». Нововведения на въезде в Заречный пришлись водителям по душе. По их словам, передвижение в этом районе стало удобнее, заторов на проблемном участке стало чуть меньше. Напомним, с 1 ноября здесь ввели ряд изменений. Пробок стало меньше. Хорошо, что поставили светофор на въезде. И здесь установили кнопку. Разгрузка удалась. Стало намного удобнее. Ну, что кнопочку правильно сделали. Когда человек хочет пройти, уже нажимает. Условия есть хорошие. В час пике это уже я не могу сказать. Уже это по-любому будут пробки. Все на работу торопятся. Всем домой надо, как говорится. Потихоньку привыкаем. Движение упорядочилось. Пробок стало заметно меньше. С 1 ноября изменен приоритет движения на кольцевой развязке в районе Заречного. Транспортным средством, движущимся по кольцу, дается преимущество перед автомобилями, движущимся за его пределами. К тому же установлен светофор на пересечении автодороги Самара-Шимкент, улицы Кайдаул-Батыры и моста через реку Илег. Еще одним из приятных для водителей новше стало то, что на имеющемся пешеходном светофоре в районе кафе от заката до рассвета установлена кнопка вызова. Теперь им приходится останавливаться здесь не так часто, как раньше. Надземные пешеходные переходы, установленные в Ак-Тубе, еще не готовы к работе. На переходе в районе ДСК еще ведутся монтажные работы на подъемниках для инвалидов. А конструкция в районе Алии вообще закрыта для пешеходного движения. Там пока даже не установлен лифт для инвалидов. В городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог заявили, что объекты будут запущены в течение ноября. По двум пешеходным переходам в районе ДСК и Балдарган. Объекты, они в основном по договору, они переходящие. Срок окончания там февраль-март, на конец февраля-март. Но наш подрядчик, значит, от ТВЭЛ, он дает его в этом году. Да, точно мы планируем где-то в ноябре месяце, в этом месяце завершить. Пока лифты на новых поднадземных пешеходных переходах не работают, инвалиды перейти дорогу в этой стране смогут только по обычным зебрам. А когда надземки запустят, прежние пешеходные переходы поблизости уберут. Подняться без лифта по новой надземке могут только физически здоровые люди. Подъемы пандуса на лестнице довольно крутые. К тому же оборудованы поручнем только с одной стороны. Здесь также собираются поставить видеокамеры круглосуточного реагирования. Таким образом, в лифты будут пускать только инвалидов и женщин с детскими колясками. Напомним, стоимость одного надземного перехода около 60 миллионов тенге. Высота его 6 метров. Как заявили в отделе пассажирского транспорта, к середине ноября все подъемники будут установлены и запущены. Жители дома номер 129, корпус 1, что в микрорайоне Булашак, жалуются на работников управляющей компании, которые никак не завершат ремонт лифта. Ремонт подъемника в доме затянулся на 4 месяца. Сегодня наши корреспонденты узнавали, сколько еще жителям 10-этажки предстоит считать ступеньки и стоит ли им в оплаче платить за лифт, который не работает. Поход за продуктами для 71-летней Бейбут Мухамбетовой – настоящее испытание. Чтобы спуститься и подняться на седьмой этаж, пенсионерке-инвалиду приходится прикладывать неимоверные усилия. Подобные мучения жильцов этой многоэтажки, где проживает немало пенсионеров и инвалидов, продолжаются уже четвертый месяц. Столько времени здесь не могут завершить с работы по ремонту лифта. Я сегодня упала на втором этаже. Вчера только мне сняли гипс, я повредила, сейчас не могу руку поднять. Завтра пойду повторно делать снимки опять. Вам сложно подниматься туда-сюда? Очень сложно подниматься. Да не только мне, молодые, как он ахает и охает и жалуется. Лифт не работает. Проживающие на верхних этажах стали заложниками собственных квартир. Некоторым выйти на улицу не позволяет слабое здоровье. Например, у меня сосед, 70 с лишним лет, он не видит, он один живет. Ему нам в воздух надо выходить. Он не может выходить, ему тяжело. Потому что с седьмого этажа он выходит на улицу, еле-еле, вот и уходит, бедный, зайти не может. Механики управляющей компании «Медасгруппа» о поломке знают, но устранить проблему сразу не могут. Лифт то работает, то останавливается, возмущаются жильцы. Ну а с прошлой недели работа по ремонту и вовсе встала. Монтажников не видно уже несколько дней. Не работает? Не работает он? Руководитель управляющей компании «Медасгрупп», именно она обслуживает данный дом, особо и не оправдывается. В телефонном разговоре Кайсар Сабиров сообщил, что ремонт ведется. Но до конца найти причину поломки подъемника механику пока не удается. Когда будет запущен лифт, точно сказать нельзя, говорит руководитель УК. Сложно определить именно какая плата и в чем проблема. Свои деньги вкладываем, жильцы не хотят собирать. Вы можете гарантировать работу лифта в течение этой недели, что он заработает? Затягивая все сроки по ремонту лифта, руководство управляющей компании рискует испортить не только свою репутацию, но и финансовое положение. Ведь для них такой неторопливый ремонт может обернуться уплатой судебных издержек. К тому же платить за неисправный лифт жильцы не намерены и не должны. Лиза Цакива, Сергей Калашников, программа «Факт». Землетрясение силой 4,1 балла произошло в 145 километрах к северо-востоку от Алматы, сообщили казахстанские сейсмологи. 6 ноября в 14 часов 42 минуты 31 секунду алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 145 километрах на северо-востоке от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 8,6 балла. Магнитуда 4,1. Глубина 15 километров. Светения об ощутимости нет, отметили сейсмологи. И подробнее о событиях в стране и мире вы узнаете из следующего видеообзора. В Камероне неизвестные похитили около 80 человек. В понедельник утром вооруженные люди ворвались в спальное помещение колледжа и увезли в неизвестном направлении 79 школьников и двух служащих. Власти заявляют, что делают все возможное, чтобы разыскать похищенных. Инцидент произошел в городе Боменда на северо-западе страны, где проживает англоязычное меньшинство, среди которого сильные сепаратистские настроения. Северо-западисты выступают против президента страны Поля Бии, который занимает этот пост с 1982 года. А месяц назад вновь был переизбран, получив более 70% голосов. Сотрудники скорой помощи перекрыли движение в Париже. Там произошла забастовка. Медики недовольны реформой Эммануэля Макрона. С 1 октября изменились нормы социального страхования. Теперь по закону больницы начнут финансировать из своего бюджета доставку пациентов. Ранее службу скорой помощи выбирали сами больные. По мнению демонстрантов, такое решение президента повлечет убытки. Больницы будут экономить и пользоваться услугами дешевых перевозчиков. Президент Казахстана Нашултан Азарбаев рекомендовал бизнесу поддержать талантливую молодежь для создания стартап-проектов в Казахстане. Важной составляющей реализации стартап-идей является финансовая поддержка. Для этого мы создаем клуб «Бизнес-ангелов» с Ассоциацией венчурных капиталистов, фонд «Социнвестирование». Думаю, что правительство и в целом эти фонды будут активно поддерживать талантливых ребят, которые будут заниматься. Нашему бизнесу, крупным государственным компаниям, социальным объектам надо поддержать, заключать договора, чтобы поддерживать их работу. За этим премьер-министр республики Бахаджан Сагентая будет следить, сказал Назарбаев сегодня во время запуска «Астана Хаб». Проект «Астана Хаб» задумывается как бизнес-акселератор и парк IT-стартапов. Прогнозируемый ежегодный объем целевого рынка технопарка оценивается в 100 миллионов долларов США. Первого замокима Мангостаусской области Серика Мангалиева арестовали на два месяца, сообщает пресс-служба областного суда. Как уточняется, Мангалиев подозревается в совершении особо тяжкого коррупционного преступления против интересов государственной службы и государственного управления. С сотрудниками НАЦБюро по противодействию коррупции 3 ноября на территории международного аэропорта «Актау» был задержан Амангалиев, у которого при себе обнаружены изъято денежные средства в общей сумме 115 тысяч евро. По данному факту начато досудебное расследование по статье «Получение взятки». Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов высказался против переименования региона в Таргайске. Я с таким письмом ознакомился, мое личное мнение против. Костанай имел свое название, пусть останется Костанаем. У Костанайской области есть свое историческое название. Пока 17 человек подписали, но те, кого я спрашивал, говорят, что не подписывали. Среди них Сабыржан Ахметулы, человек, который раньше был Акимом в нескольких районах у нас, он сказал мне, что не подписывал такое письмо. Композитор Калибек Дерипсалдин, он тоже говорит, что не подписывал письмо, поэтому мне кажется, не нужно поднимать шум среди народа по этому поводу, сказал Мухамбетов. По его словам, для решения подобных вопросов существуют определенные правила, должны пройти слушание. Во второй части программы сразу после рекламы смотрите. В Октюбе проходит оперативно-профилактическое мероприятие. Участок участковой области обошли 65 тысяч квартир и столько же частных домов. Более 160 миллионов сеньген-налогов не заплатили в этом году октябринцы за землю и имущество. 1 октября истек срок оплаты по местным налогам с физических лиц. В Семее завершился чемпионат Республики Казахстан по Тайквонду, ITF среди взрослых и 20-й международный турнир Семей Open. Сегодня октябринцы вернулись в родной город завоеванными трофеями. Лучший праздник на природе. В ресторане «Зимний сад» всегда хорошая погода и отличный аппетит. Блюда восточной и европейской кухни. Бизнес-ланчи с 12 до 14.00. А с 9 вечера зажигательная дискотека. Приятного отдыха! Среди прозрачных ручьев и тенистых аллей у нас всегда лето. Ресторан «Зимний сад». Вход через ретропарк и кинотеатр «Локомотив». Печті дұрыс пайдалан бау «Улағыш ғазбен улануға кепсоғу мүмкін». Казахстан, Республика. Саш Кастер-министр, лекатый түнчэй жадынар комитетның тапсырс бағыша. Дұрыс пайдалан бау «Улағыш ғазбен улануға кепсоғу мүмкін». Рассказывает о своей судьбе отстраненно и ненавязчиво. Душевную боль, а от пережитый в них сгод, выдают лишь едва слышные вздохи. Родился в России во Владимировской области. Рассказывать, как очутился в Казахстане, не хочет. Довольно давно жизнь некогда крепкого и самостоятельного мужчины пошла под откос. Сейчас мужчина, причем незрячий, рассказывает, что имеет двух дочерей. Но они равнодушно отвернулись от него. Но надежда хоть на миг увидеть их еще теплится. Ну, конечно, желание есть такое. Обнять им, хоть голос услышать. Чтобы дать бездомным второй шанс и помочь устроиться на работу, руководство центра приглашают священнослужителей, наркологов, психологов. Но самое главное – помогают найти подработку и восстановить документы. С последним, говорит руководство центра, бывает крайне сложно. Восемь человек, в том числе и герои нашего сюжета, сейчас живут в центре без каких-либо документов, удостоверяющих их личность. Есть категория тех людей, которые, особенно у кого красные паспорта. Невозможно их восстановить. Вот мы сколько боремся, запросы отправляем через посольство, отправляем в их страны, где-то проживали, где рождались, где свидетельство о рождении получали. Но оттуда ответы не приходят. Среди постояльцев есть некогда успешные люди, которые то и дело прикладываются к бутылке. Есть и жертвы обмана мошенников. Живут в центре и люди, которые совершали преступления, чаще кражи и разбойные нападения. Но и у этих людей, как оказалось, есть даже в преклонном возрасте свои мечты и надежды вновь зажить, как говорится, по-людски. Кое-чего не успел, но еще время есть. 57 метров не так уж много. Значит, есть и мечты? Конечно. Какие? Ну, даст Бог, даст Бог, может быть, создадим новую семью. И есть женщина. А там погодим. У вас есть любимая женщина? Ну, а как же без этого? Тогда уже и на этом свете делать нечего. Центр адаптации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, по-прежнему готов принять новых постояльцев. В данный момент здесь проживают 49 человек. Существует центр на бюджетные средства. В этом году на его содержание было выделено более 70 миллионов тенге. В день на каждого постояльца государство затрачивает 580 тенге. Это и трехразовое питание, и покупка гигиенических средств. Сегодня постояльцы нуждаются в теплой одежде и зимней обуви. Правда, бизнесмены почему-то не посещают их заведения, сетуют руководство. А вот обычные горожане приносят поношенную и довольно старую одежду, которая в итоге оказывается непригодной даже здесь. Заметим, какой бы и сложной ни была судьба, у лиц без определенного места жительства зачастую они не теряют чувство сострадания и человечности. Приходят друг к другу на помощь. Это своего рода большая семья, где у каждого личная и почти всегда невеселая история. Лиза Цакива, Мерлана Маджолов, программа «Факт». В октябре вот уже два месяца проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Участок». За это время участковые области обошли 65 тысяч квартир и столько же частных домов. ОПМ позволило пресечь сотни правонарушений. С начала мероприятия сотрудникам полиции пресечено свыше 6 тысяч административных правонарушений, в том числе 553 факта мелкого хулиганства, 302 нарушений в быту, за распитие спиртных напитков и появление в общественных местах в пьяном виде привлечено тысячи лиц. Все правонарушители привлечены к административной ответственности. Проверено по месту жительства около 4 тысяч подучетных лиц. Поставлено на учет ОВД 400 лиц, в том числе 302 семейных дебоширов. Более 160 миллионов тенге налогов не заплатили в этом году актюбинцы за землю и имущество. 1 октября истек срок оплаты по местным налогам с физических лиц. И работники Департамента госдоходов предупреждают горожан, что с этого года злостные неплательщики не могут провести какие-либо банковские операции в банках второго уровня. Департамент государственных доходов по актюбинской области сообщает, что 1 октября истек срок оплаты по местным налогам с физических лиц. Однако на 1 ноября существует задолженность по данным налогам. К примеру, по земельному налогу свыше 32 тысяч человек не оплатили свыше 40 миллионов тенге. По налогу на имущество не поступило от 55 тысяч человек на общую сумму 122,5 миллиона тенге. Также напоминаем, что срок оплаты по транспортному налогу за 2017 год истекает 31 декабря 2018 года. С 1 по 5 ноября в городе Семеи проходил чемпионат Республики Казахстан по тэквондо ITF среди взрослых и 20-й международный турнир Семеи Оупен. Участие в соревнованиях приняли и актюбинские спортсмены, которые стали призерами и сегодня вернулись в родной город с завоеванными трофеями. Соревнования проходили в городе Семипалатинск, чемпионат Казахстана среди взрослых. Я заявал первое место среди мужчин до 71 килограмма. Стал чемпионом Казахстана. В общей сложности турнир собрал более 400 участников в возрасте 18 лет и старше. В течение нескольких дней спортсмены доказывали свое преимущество перед соперниками в семи весовых категориях. Наш регион был представлен тремя бойцами, которые выступили в весе 71, 78 и 85 килограммов. Каждый из них попал в тройку сильнейших. Серебряную награду завоевал султан Мадзи. Бронза достала Салишеру Зейнула. Все участники являются воспитанниками спортивного клуба «Брюс». Троим подозреваемым в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена продлили арест еще на полмесяца, сообщает пресс-служба Алматинского городского суда. Напомним, казахстанский фигурист Тен умер 19 июля в реанимации в Алматы после ранения ножом. В ДВД Алматы причиной нападения на спортсмена назвали попытку кражи зеркал с его автомобилем двоими злоумышленниками. По информации полицейских, в результате возникшей потасовки Денису Тену было нанесено ножевое ранение. Гибель Дениса вызвала широкий общественный резонанс. Казахстанцы потребовали отставки министра внутренних дел Казахстана Калмухамбета Касымова и реформ в полиции после случившегося в Алматы, обвиняя полицию в том, что трагедии можно было бы избежать, если бы правоохранительные органы работали эффективнее. Заслуженный мастер спорта Казахстана, бронзовый призер Олимпиады 2014, победитель чемпионата четырех континентов 2015 года, чемпион седьмых зимних азиатских игр и обладатель множества других наград. Денис Тен стал самым титулованным спортсменом по фигурному катанию в истории Казахстана. Подробнее о событиях в мире спорта вы узнаете после рекламы. Оставайтесь с нами. Приятного отдыха среди прозрачных ручьев и тенистых аллей. У нас всегда лето. Ресторан «Зимний сад». Вход через ретропарк и кинотеатр «Локомотив». Печті дұрыс пайдалан бұл улағыш газбен улануға теп соғуы мүмкін. Улағыш газа қандаға гемоглобинмен белсенді бәлені сат. Адам ағзасының улануы мен естен тануына себеп болады. 2015 жылдың басынан улағыш газбен улануудан 41 адам қайтысп олда. Ода и печті текстеріңіздер оның жарықтары болуы мүмкін. Жылына ек рет күзгі жіне көктемгі маусымды бұржаны күйден тазыланыстар. Сон мен ғатар толып қалған пеш құбырлары улағыш газбен улануға себеп болуы мүмкін. Қазақстан Республика Сәшкістер Министерлигі төтінші жағдайлар комитетінің тапсырысы бойынша.